Сегодня мы поговорим с вами о евангельском благовестии, исцелении прокаженных. Вот с чего мы сегодня начнем. Матфея, 8 глава, 1 стих. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его. И сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое», что повелел Моисей во свидетельство им. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. И великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Прокаженные люди – это те люди, которые по закону Моисея должны пребывать вне стана, вне селения. Они не имели права входить там, где живут люди, потому что проказы – это заразные болезни. Эта болезнь омерзительна. Человек распадается по частям. От него отпадает буквально часть его тела. И он не знает, о чем больше плакать. Или о том, что от него отпало, или то, что у него осталось. Эти люди собирались в группы. И они создавали свои селения, потому что на Востоке было достаточно много прокаженных людей. Это была восточная болезнь. И они не могли вернуться в дом. Родители, близкие, не могли их обнять, не могли им посострадать, так прижавшись к нему. Имели только, вернее сказать, могли выразить свое сострадание, только бросив им какую-то еду или одежду, как бросают животным. Конечно, внутренний мир прокаженного человека был очень трагичен, потому что все рухнуло в одночасье. Человек не умер, но для него вся жизнь нормального человека закончилась. Он не мог сосуществовать с обществом. И вот когда прокаженный подошел ко Христу, то он единственное, что мог сказать, «Если хочешь, можешь меня очистить». Он по-другому сказать не мог. Потому что все гнушались ему. Поэтому эти слова становятся для нас понятными. «Если хочешь». Потому что ведь многие да ничего не хотели делать для этих несчастных людей. Многие презирали их. Потому что считали, что эта болезнь дана за какие-то особенные грехи. Но нужно заметить, что мы не должны быть очень скороспелыми в отношении установки диагноза. Я имею в виду за грехи, за большие или маленькие, даны человеку какие-то болезни тяжелые. Так не нужно расценивать. Потому что многие праведники страдали тяжелыми, неизлечимыми болезнями. Пример вам Иов праведный, как вы помните. И как ошибались его друзья, которые приходили для того, чтобы прочитать ему нравственное назидание, что он за особые, тяжелые грехи наказан проказом. Но это была неправильная оценка его болезни. Его болезнь была по особому промыслу дана. Этот промысел только ведает этим Бог. И для нас это тоже один из примеров, чтобы мы не были скорыми на то, чтобы человеку вешать ярлык. Вообще, конечно, в жизни мы очень бываем быстры на какие-то оценки. А ведь мы не знаем внутреннего мира человека. И вот здесь Господь дает полное здравие, полное очищение. тотчас, когда говорит нам Евангелие, сошла проказа с него, как чешуя слетела. И он стал чист. И вот посмотрел на него строго, что эти слова обозначают. Он далее объясняет евангелист. И сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажи священнику и принеси за очищение. Огромное количество людей стекалось ко Христу. И вот, как в 15 стихе Евангелие от Луки говорится в 5 главе, к Нему стекались врачеваться от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Из этого текста очевидно, что многие воспринимали Христа только как врачевателя недугов. Конечно, Господь настолько был исполнен любви, да и сам Он был любовью. Он хотел постоянно делать человеку милость. Но здесь нужно нам понимать, что самое важное это благовестие вечной жизни. И вот многие болезни Господь не врачевал, потому что считал нужным человеку болеть, человеку страдать. И только в некоторых случаях Господь врачевал болезни. Поэтому здоровье не является абсолютным благом для человека. Здоровье является таким же благом, как и болезни. равноценны в преддверии вечной жизни. Конечно, когда начнется для человека вечная жизнь, болезни, то тогда здоровье будет абсолютным благом. И тогда не будет речи о болезни. Но сейчас болезнь нужна как педагогическое средство. И физическая болезнь нужна как врачующее средство для души. он посмотрел строго, чтобы он не говорил об своем исцелении. Но тем не менее он нарушил этот запрет, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Далее говорится, когда же вошел Иисус в Капернаул, у одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейших просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И он придя к Иисусу, и они придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Были из числа римлян благодетели иудейского народа, потому что римляне вообще презирали иудейский народ. Они говорили о множестве народов восклицаем, но когда заходил речь об иудейском народе, то они говорили хуже народа нет. Но тем не менее были те люди, которые оказывали милосердие и благодеяние для иудейского народа. И вот даже сотник построил на свои средства синагогу иудея. И вот заболел у него его слуга отрок. Отрок имеет два значения. Первое значение это определенный отрезок возраста, он идет после младенчества, но отрок имеет второе значение слуга, раб. почему эти слова, это слово имеет два значения, потому что лучшее состояние для отрока по возрасту это послушание, это услужение старшим. Если он в отрочестве будет услуживать старшим, будет слушать их, то это будет положительным образом сказываться на его воспитании. Но если отрок не имеет послушания, то конечно же его ожидают в последующих возрастах негативные последствия. И вот сейчас вседозвольность для отроков является очень пакубной для его последующей жизни. С какого возраста отрока? Отрок с семилетнего возраста. А сын тоже до отрока. Сын тоже отрока. Сын? Нет. 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 Имеется ввиду, ну часто мы можем сказать отрок мой, понимая, конечно, под этим... Но нет, нет, это не тождество. Нет, отрок это вот. восемнадцать. Что-что? До шестнадцать считается. До шестнадцать. До шестнадцать. Ну, как бы здесь сложно границу какую-то провести, потому что юноша уже дальше идет после отрочества. Юноша, ну, я думаю, что это скорее связано с вот этим возрастом переходным, то есть уже вот переходной возраст, дальше идет юноша. то есть вот это самое сложное. Вот для того, чтобы правильно перейти из одного возраста в другой возраст, для этого, конечно, нужно вобрать в возрасте отрочества именно послушание. Вот если послушание было, то, конечно, он безболезненно перейдет переходной возраст. Почему? Потому что что характерно для именно переходного возраста? Это бунт. это пренебрежение авторитетом старшим. А если он оказывает послушание старшим, то ему старшие сказали, он эти болезни сможет преодолеть, я имею в виду переходного возраста. А если для него нет авторитетов, то сами понимаете, он как корабль без капитана. Что? Послушание на новых верах в Боге или просто послушание старшим. Ну, понятное дело, что послушание в Боге, оно приобретает смысл. То есть вне Бога послушание становится какой-то рабской повинностью. И как бы человек не понимает, а для чего я должен слушаться. Но в Боге мы видим, что Сын, Сын Божий был послушен своему Отцу. Помните, о чем Он говорил? Что «Я пришел исполнить волю Отца моего». То есть мы видим, что в самом Боге любовь Сына к Отцу зиждется на послушании. И вот если для некоторых кажется, что послушание это скорее проявление какого-то рабства, чем любви, то мы видим, что именно послушание здесь является проявлением как раз любви, а не рабства. Потому что когда начинается каждый «Я хочу по-своему», то это как раз вспоминается нам эта басня про лебедя, рака и щуку. Нет, должна быть гармония, и вот эта гармония, она иерархична в послушании прежде всего. Иудеи придя к Иисусу здесь есть такое слово, я не помню в Евангелии такого слова, больше просили его убедительно, говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это. Конечно, это скорее разговор каких-то знаете, таких вот людей, которые имеют власть над Христом, он достоин, он достоин, чтобы ты сделал ему это. Конечно, с одной стороны, Господь поощряет дерзновение, помните, он говорит, дерзайте, он говорит, в частности, для кровоточивой женщины, сегодня мы, если дойдем к этому месту, мы услышим, то есть, какое-то дерзновение должно быть, но это дерзновение не должно быть дерзостью. Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать им, не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кровой. И вот обратите внимание на очень интересную последовательность именно этого сюжета. Мы видим, что в начале сотник отправляет с мольбой, своей мольбой о своем услуге иудеев, как членов единого народа с Хвистом. Но вот он настолько волнуется, он настолько переживает свою просьбу, обращенную ко Христу, и, видимо, испытывает особое благоговение перед Христом, что он посылает вдогонку своих друзей, не иудеев, а еще и друзей. И вот друзьям он говорит, что не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кровой. Он объясняет, потому что из себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово и выздороветь слуга мой, ибо я подвластный человек, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному пойди, идет, и другому приди, приходит, и слуге моему сделай то и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что и во Израиле не нашел я такой веры. Но Израиль, Израиль это не просто этнос, народ, Израиль это религиозная община, и значит, что ее основное измерение жизни это вера. Но получается, к пришествию в мир Христа не было веры в Израиле такой, какая была у римского сотника. А римский сотник это не просто римляне, это человек власти, это человек, который может говорить одному человеку «иди», и он будет выполнять его команду, это удивило Христа. И вот сегодня мы говорили об образе фарисея, а фарисей это был некий эталон иудейской веры. И вот мы видим, как Господь осуждает эталон этой веры. То есть человек не должен себя уверенно чувствовать в области веры, потому что область веры это область присутствия Бога. Вот если слишком человек рационализирует Евангелие и превращает его из тайны в какую-то схему, вот что получилось у протестантов. Они сделали из Библии, которая является книгой жизни, ее превратили в свод каких-то нормативов и правил. И в результате они говорят, ну мы вот это выполнили, это выполнили, а следовательно мы спасены. Этого не должно быть по отношению к книге, где живет Бог. А где живет Бог, там тайна. и эта тайна непостижима. Тайну невозможно разгадать, это загадку можно разгадать, а тайну можно только постичь приобщением к этой тайне. И вот говорю вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Яковом в Царстве Небесном. Яков, Исаак, Авраам это люди, которые показали своей жизнью пример веры. Они правильно веровали. И Господь вменял веру Авраама в праведность. Он делал веру свою действием. Его вера была делом правды, делом спасения. И Господь говорит, что сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. А вот люди, которые не имеют отношения к этому Израилю, возлягут с Авраамом, Исааком, Яковом. Возлягут в восточной традиции, вкушали пищу, возлежав. за трапезой был небольшой стол или вообще отсутствовал стол и лежали на боку. И этот стол напоминал букву П. Назывался триклиний на греческом языке. И вот обслуживающий этот стол раб назывался архитриклиний, начальник стола. И он входил и подавал эту пищу. И вот возлежание, возлягут, имеется ввиду, что они будут именно в кульминации веры. это кульминация веры, это пир вечной жизни. Конечно, все это образы, мы не знаем, как это все будет, мы себе представить не можем, потому что сам Господь говорит об этом, что не приходило на сердце человеку, и не видел глаз, и не слышало уха, что Бог уготовал любящим его. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Затем нам повествуется вот о чем. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, по преданию, это была именно Мария Магдалина, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром. И став позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами, и оттирать волосами головы своей. И целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе, он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника, один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбил его? Симон отвечал, думая, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целование мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи, и возъезжавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Симон фарисей был не счастлива доброжелателя Христа. Но тем не менее, видя всенародное почитание Христа, приглашает его к себе домой. Но мы видим, как он отнесся своему гостю. По восточной традиции он должен был облабызать его, поцеловать. Именно таким было приветствие у восточного человека. Да и сейчас у малых народов, особенно это заметно, когда они встречаются, они непременно лапзают друг друга. Затем раб, если таковой был, он умывал ноги, потому что бесконечная пыль Востока оседала на ногах. Вообще для восточного человека характерно внутри чистота, а снаружи грязь, на улицах мусор, а внутрь, помните, как они входят в мечеть, они снимают обувь. То есть очень уважительное отношение именно к дому. Но здесь он даже пренебрег этим, он не умыл ноги своему гостю. И обычно елей был тоже признаком уважения гостю, помазывалась голова, руки, ну, такова была восточная традиция. И этого тоже не предложил своего гостя Симон фарисей. Но вот в это время вошла в дом. Видимо, не только один Христос вошел в дом, но и со своими апостолами, учениками ближайшими. блудницей. вот вошла движимо глубокой верой и любовью ко Христу блудница. И вот она стала совершать только совершала то, что вы слышали. Она не могла остановиться, плакала, эти слезы омывали его ноги. Она отирала своими волосами распущенными. Это был признак блудницы. Потому что целомудренная женщина, она была покрыта покрывалом для главы, а блудницы без покрывала ходили, без платка. И Симон стал внутренне осуждать, если бы он был пророк, настоящий праведник. Видимо, он сравнивал этого праведника с самим собой. Он понимал, ну я-то праведник, здесь и так понятно. Я-то ведь сразу заметил бы, кто она. Я бы указал на выход. Просто не очень удобно было это сделать, несмотря на то, что это был его дом, но внутри он скрежетал зубами своими. Но вот Христос, зная его мысли, зная его настроение и расположение, сказал ему притчи, кто больше вас любит, кому больше прощено будет. То есть он смог ответить, Симон, на этот вопрос Христа. Но вот как часто бывает, мы понимаем хорошо, как должно быть, но вот жизнь все-таки наша другая, внутреннее убеждение наше другое. И Господь ему далее объяснил, что ты не сделал того, что ты должен был сделать по обычным процедурам гостеприимства. А вот она сделала больше. Она вместо елея мира дала. А мир это очень дорогостоящий продукт. Мира могли позволить себе только очень богатые люди, потому что его привозили из Индии. Это далекая страна даже для Восточной Палестины. Помазывали главу и мира благоухало в отличие от елея, которым пользовались не очень богатые люди. и она выливала не на главу, а на ноги его. И слезами своими омывала пыль из ног Христа и отирала своими волосами. И это образ, который очень глубоко проник в православную традицию покаяния. Помните, когда готовимся ко святому причащению, то мы читаем молитвы ко причащению и вспоминаем эту блудницу, которая омывала слезами своими ноги Христа. И мы пытаемся в данном случае уподобиться ей. Идет речь молитва ко причастию, что ты не отверг слезы ее. Не отвергни и нас, приобщающихся ко святому твоему причастию. И вот важно для нас понять, что Евангелие это книга, которая истолковывает нашу жизнь, которая глубоко проникает в нашу жизнь, которая становится частью нашей личной биографии. Это очень важная мысль. То есть наша личная биография начинается не из дня нашего рождения, а начинается с Рождества Христова. потому что верующий человек свою биографию связывает именно с историей Нового Завета. Вне этой евангельской истории он себе не представляет жизни, а вернее сказать, эта жизнь становится бессмысленной. «Кому много прощается, тот много любит». Мы помним эти слова Христа, и поэтому мы много раз просим, чтобы Господь нас простил, и это все больше и больше пробуждает изнутри нас любовь к Богу, потому что наша любовь это выражение благодарности за то безграничное прощение, которое Господь дает нам. И вот мы переходим в Евангелие от Луки, восьмая глава, где повествуется о притче. что такое притча? Притча это иносказание. Господь много говорил притч, используя при этом различные образы, но все эти образы были связаны именно с повседневной реальной жизнью человека. Эти образы не были некой абстракцией. Господь не нагромождал какие-то смыслы, понятия, образы, что мы можем узнать из оккультной литературы или языческой литературы, где используются какие-то образы каких-то неизвестных миров или божеств. Господь говорит, используя совершенно понятные образы. Потому что образы это не просто образы, это целый язык образов. Причем язык образов он является более универсальным, чем язык слов. Язык слов он будет понятен для одного народа, его язык, и будет непонятен этот язык для другого народа. И иероглифы отличаются от русского языка, китайский или японский, или клинопись, или какие-то другие языки. А вот язык образов это язык более универсальный. И вот когда Господь говорит в притчах, какие цели преследует при этом он? С одной стороны, первая цель. Господь хочет говорить человеку, используя живые образы для того, чтобы человек сразу мог перенести свою личную жизнь в пространство, где актуализированы эти образы. Вот если Господь говорит с пастухами, то какие образы лучше всего использовать? Конечно, лучше всего использовать образы, связанные с его повседневной жизнью. Это овцы, это пастух. Если Господь говорит с крестьянами, то какие лучше использовать им образы? Естественно, это образ хлеба пашца, это труженика, который основную часть своей жизни, труда проводит на земле, сия семя, взращивает о себе и затем пожиная плод своих трудов. С фарисеями он говорит на примере образов из Священного Писания, потому что для них это книга, которую они исследуют, как хлебопашит свою воле. И вот после сего, то есть после того, о чем мы только что говорили, он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие и с ним двенадцать, то есть мы видим, как за ним идут его ученики и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, она была из небольшого селения на берегу Галерейского моря Магдалы. Кстати, там располагается в наше время женский монастырь, русский женский монастырь, из которой вышли семь бесов. Почему такая точность? семь на языке Священного Писания это число некой полноты. То есть, когда говорится о семи, то говорится о том, что много. Видимо, этой женщиной владели все страсти плотского человека. Если она была блудницей, мы знаем, это из предания нашей Церкви. И в данном случае, вот мы прочитали из предшествующего текста, человек, который находился в одержимости этой страсти, то он, конечно, был подвержен и многим другим страстям, потому что жизни блудника это жизни блуждающего человека. это человек, который постоянно переходит из одного заблуждения в другое, потому что жизнь его так устрояется через этот грех. Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, здесь уточняется, которые служили ему своим имением. Спаситель, он был плотником, и он честно зарабатывал себе на хлеб, никто не мог упрекнуть его в том, что он жил за чужой счет. Он сам владел ремеслом, и этим ремеслом он зарабатывал себя на жизнь. Но вот когда началось его общественное служение, он полностью отошел от своих повседневных дел. Он надался всецело домостроительству спасения человека. И апостолы тоже оставили свои сети, свои повседневные занятия. И вот женщины, которые были богаты, служили своим имением, этим странствующим проповедникам. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему. Он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сиятель сеять. И повествуется известная для вас притча, я не буду подробно прочитывать эту притчу, все вы ее знаете, когда сеятель сеял семя, и можно себе только представить эту повседневную жизненную ситуацию, когда сеятель разбрасывает семена. Понятное дело, что они разлетаются в разные стороны, в разные места, и какие-то прорастают, какие-то склевывают птицы, какие-то падают на каменистую почву, и в результате погибают, засыхая. Но вот какие-то все-таки проникают внутрь земли и дают различный плод. И вот все-таки давайте поговорим о притче, как о некой евангельской философии. Под философией мы понимаем мудрость. Вот чем ее лучше всего сравнить, для того, чтобы нам понять целесообразность притчи, вообще ее смысл, необходимость притчи. Притча с одной стороны она повествует о каких-то понятных, как мы уже говорили, повседневных вещах. Но с другой стороны притча имеет другой смысл, другое значение. Она не имеет целью просто пересказать, проинформировать человека о повседневной жизни, крестьянина или пастуха. Эти образы становятся носителями более возвышенного духовного смысла. Это значит, что обычные образы становятся некой тайной. И вот давайте сравним притчу с иконой. Именно икона, которая написана в канонической традиции нашей Церкви. А здесь нужно дифференцировать. Есть икона, которая написана на символическом языке православной иконографии. Для примера вам приведу икона Андрея Рублева, Троица. Понятное дело, что мы не знаем Отца, потому что Отец не был явлен, как был явлен Сын Божий. Но тем не менее мы в образе путника, который явился, таинственного путника, который явился Авраамом, узнаем об Отце, узнаем о Сыне и о Святом Духе в образе этих трех путников, явившихся Авраамом. То есть православная иконография это иконография говорящая в красках, в образах, о богословии, о духовных ценностях, о тайнах. А вот если мы обратим внимание на живопись, которая пытается передать нам какие-то библейские сюжеты, под живописью я в данном случае понимаю католическую школу, вспомним Леонардо да Винчи, и мы там увидим обычную иллюстративную иллюстративную как бы пересказ каких-то определенных библейских сюжетов, не используя при этом символику, то есть пытается максимально живописец передать исторический библейский сюжет реалистично, не символично, а реалистично. Он пытается обратить внимание смотрящего эту картину на детали. Он очень успешно передает одежду исторических персонажей, он передает очень реалистично тело исторических персонажей, каждую мышцу, он как будто передает что происходит сейчас в данный момент с этим персонажем, вздувшиеся вены, какая-то особая динамика тела, рук, ног. Он максимально пытается перенести смотрящего на картину в то время, именно в этот конкретный фотографический момент прошлого. иконописец не имеет такой цели, он не преследует такую задачу. Ему важно передать не факт иконописцу, к чему стремится живописец, живо описать живописец. иконописец озадачивается другой целью. Он пытается вот о чем сказать. Давайте сравним принцип построения картины живописной и принцип построения иконы. Если обычная картина, которая построена по принципу живописи, она будет иметь прямую перспективу. Вот если мы смотрим на картину, то мы увидим, что фокус картины живописной, он внутри картины, как бы за пределами картины. Вы помните, если изображается дорога на живописной картине, то фокус этой дороги именно сужается вглубь картины. И вот используется при этом даже рамка как окно. Мы смотрим через окно, как через зеркало в какой-то исторический факт, который попытался отразить живописец. То есть, как некий пылесос втягивает смотрящего человека картина внутрь себя. Если мы посмотрим на художественное произведение, литературное художественное произведение, то именно такую задачу имеет и любой писатель, или публицистики, или прозы, его задача втянуть человека в качестве сопереживателя в пространство текста или в пространство картины. Сделать его частью картины, сделать его частью литературного произведения. И поэтому, чтобы сделать частью его литературного произведения, для этого нужно это литературное произведение или живопись сделать максимально правдоподобной, максимально реалистичной. И вы помните, насколько пытается писатель передавать свой сюжет с какими-то деталями, для того, чтобы как будто он мог даже обонять запахи страниц текста, когда идет речь о вкусно приготовленном кофе. литературное или же он пытается настолько точно изобразить одежду литературного персонажа, для того, чтобы он мог увидеть, не видя персонажа. А вот иконопись, она имеет совершенно другую задачу. Она не пытается втянуть. если мы посмотрим на икону, то мы увидим, что там нет прямой перспективы. Икона не втягивает человека внутрь себя. Икона имеет обратную перспективу. Человек, смотрящий на икону, сталкивается с тем, что икона как будто выталкивает его из себя. и прежде всего, что является признаком обратной перспективы, это золотой фон. А золотой фон это свет. А свет, он постижим до определенного момента. Пока мы смотрим в помещение, то мы как бы имеем на себе последствия работы света. И этот свет освещает и делает для нас вещевидимыми. Но если мы пытаемся обратить свой взор на источник света, мы начинаем слепнуть, и этот свет становится для нас мраком. Почему мы говорим тайна, покрытая мраком? То есть тайна христианская, она светоносна, но она покрыта мраком, непроницаемости вглубь источника света. И вот когда мы смотрим на икону, то мы понимаем, что этот фон, он не дает нам видеть, он не дает нам возможности домысливать. Потому что когда мы смотрим на прямую перспективу, мы видим идущего человека по дороге, который сужается вглубь картины, то мы можем домысливать, вот он идет туда, вглубь леса, а в той глубине леса, там его ожидает леший, там русалка на ветвях, там еще что-то. Но в иконе мы не можем сделать каких-то догадок. Обратной перспективой это значит, что оттуда приходят к нам через икону. Это значит, что не мы должны толковать икону, а икона таким образом написана, что она должна истолковать нашу жизнь. Присутствие этого иконописного персонажа делает фокус этой иконы перед иконой. Мы являемся пространством, где действует икона. И если мы посмотрим на правильно написанную икону, то мы видим, что она написана в ковчеге. Ковчег это деревянная доска, которая имеет углубление, если вы когда-то обращали, понимаете, старинные иконы. Вот у нас есть немного таких икон, но в частности образ спасителя, вот если вы там увидите темный такой образ спасителя, вот над вами, Тамара, над вами, видите, вот это называется ковчег, ковчег, это значит, что из этого ковчега, и обратите внимание, что ним изображается на поверхности вот этой ковчега, то есть он как бы выходит оттуда, персонаж выходит оттуда, то есть, понимаете, он как бы всегда заходит на поля, на саму рамку, ведь ни одна картина не изображается, живописная картина на рамке, а иконопись, она изображается на рамке, это говорит о том, что из внутри выходит этот к нам персонаж, он готов к диалогу, он не втягивает нас в какое-то виртуальное пространство живописи, мы молимся, а он отвечает на наши молитвы, он готов прийти, он готов в нашу жизнь войти, для чего же Господь дает нам систему, сложную систему притч, это тоже, как я уже сказал, язык, и вот чтобы понять этот язык, а вернее сказать по-другому мы должны сказать об этом, Господь дает человеку притчи для того, чтобы человек ищущий, человек, жаждущий Бога, стремился проникнуть за обыденность, проникнуть в глубину обычных вещей, потому что именно в этой глубине в нашей реальности действует другая реальность, духовная реальность, потому что мы настолько самодостаточно воспринимаем, ну, пастух, да и пастух, овцы, да и овцы, а Господь говорит, нет, что во всем повседневном есть небесное и духовное, есть и великий пастух, пастыреначальник Христос, есть этот великий сеятель, и что мы не должны за, как бы зацикливаться, выражая это, используя это не совсем, может быть, приятное слово, мы как бы не должны зацикливаться на том, что мы видим, а именно жизнь материализировавшегося человека, когда его сознание материализуется, то он видит только в материальном материальном, а вот духовный человек, когда подойдет к морю, он видит и ощущает не только настроение этого моря, я имею ввиду, как его физическое проявление, но его мысль перенесется, возможно, к Творцу, к Создателю этого моря, кто сотворил эту красоту, он будет благодарить Бога, это значит, что за всем видимым стоит невидимое, в этом присутствует Бог, и вот когда мы говорим о притчах, то вот мы должны вспомнить эти слова, вот в Матфея, 13 глава, Господь пытается объяснить, почему Он говорит притчами, потому что апостолы Его спрашивают, вот мы не понимаем этой притчи, то есть определенных притч, в частности о сеятеле они не понимали, и притча о семенах, которые враг человек посеял, и тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом и приступив к нему ученики, его сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле, Он же сказал им в ответ, сеющий доброе семя и Сын человеческий, и Он объясняет, и вот дальше говорится, он приводит слова Исайи, 6 глава, 9-10 стих, почему люди не могут понимать притч, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, это волеизъявление человека сомкнуть, то есть они сами сделали смыкание очей своих, да не увидят глазами, сомкнули для того, чтобы не видят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их, а вы же блаженны, ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и не видели, и слышать, что вы слышали, слышите и не слышали. «Вам дано знать тайны Царства Божия, а им не дано». Вот почему дано кому-то, а кому-то не дано? Давайте мы посмотрим на жизнь апостолов. Чем она отличается от этих обычных обывателей, которые окружали Христа и ждали подаяния в качестве исцеления от болезни или насыщения хлебом. Апостолы все оставили ради Христа. Они отверглись по слову Христа для того, чтобы быть совершенными. Ради Царства Божия отказались от всего. От своих домов, от своих детей. И вот это был шаг навстречу тайне Царства Божия. Потому что эта тайна это умирание для этой жизни и вхождение в жизнь вечную. Но вот человеку так тяжело умереть для себя, для той жизни привычной, в которой мы постоянно находимся. но они смогли сделать этот шаг. Они смогли переступить через любовь к повседневной земной жизни. И поэтому вам дано знать тайны Царства Божия, а им не дано. и вот поэтому говорит Господь в притчах. для них действительно что-то значит слово Христа, то пусть они озадачат себя хотя бы разрешить эту притчу как математическую загадку, как ребус, который часто любят наши обыватели решать. Кроссворд бесконечно могут решать, уделяя огромное количество времени и сил для этого. И вот Господь предлагает вот вам кроссворд, решайте, завтра встретимся. И если придут какие-то благие помыслы вам, то тогда может быть вы проявите больше внимания и участия к тому, что я говорю вам. Поэтому притча дана как некое задание для детей. Подумайте, поразмышляйте. А ведь понимаете, когда человек был погружен в стихию своей повседневной деятельности, мы говорили о пастухах, мы говорили об овцах, помните, мы говорили о том, что такое овца для пастуха, да это часть его жизни. Следовательно, если он будет переносить свое внимание к пастуху, о котором идет речь в притче, так значит, он должен сделать такой вывод, значит, и для этого пастуха овцы тоже не безразличны, значит, они ему дороги, эти овцы, ради которых пришел он, и помните, оставил 99 и пошел одну искать, которая была потеряна. И те семена, которые рассеивал сеятель, для землепашца это очень внятный и понятный образ. все для него должно приобретать духовный смысл и духовные значения. Но для того, чтобы, как мы говорили, что притча, она имеет обратную перспективу обращенности к человеку, то для того, чтобы вот эта притча вошла через живой повседневный образ внутрь, для этого нужно мне хотя бы разомкнуть глаза, для этого мне нужно просто раскрыть уши свои. И вот если я сделаю этот шаг, то все обычное, повседневное заслучит по-другому, по-духовному. И вот тогда вот эта обратная перспектива пойдет в мою жизнь. Но если я закрыт, то я ничего не увижу. Для меня все это будет чужое и непонятное. И вот какой образ привел Господь о жемчужине. Вот если человек находит истину, он все остальное отдает, продает для того, чтобы пойти. Помните притча о сокровище, которое где-то трудился какой-то труженик на поле возможно какого-то богатого человека. И там он обнаружил возможно какой-то клад. Но он не может этот клад изъять оттуда. Потому что если он изымет его, то отнимут у него этот клад, потому что это поле принадлежит конкретному землевладельцу. и тогда он скрывает этот клад, идет, находит какие-то возможности, покупает это поле и потом откапывает этот клад. Потому что этот клад больше, чем то, что он имел. Или жемчужина притча жемчужине. Сколько было мудрецов, которые уже были насыщены языческой мудростью, философией. Взять того же и Устина философа. Это святой второго века. Это был очень просвещенный человек, знающий мудрость своего времени. И тем не менее, он пренебрег этой мудростью, потому что он увидел, что эта мудрость, как зерно горчичное, вначале маленькое, вот почему, когда мы сталкиваемся с евангельской проповедью, кажется, все очень просто, о земном говорится, какие-то вот эти притчи, слишком все понятно. Кажется, это для детей скорее, чем для человека пытливого с какой-то претензией на мудрость. Но вот именно постепенно это повседневное начинает из зерна горчичного маленького вырастать целое горчичное огромное дерево, тесто. Где могут даже птицы сокрываться в ветвях этого дерева. То есть удивительным образом из-за кваска, о которой идет речь, женщина положила какую-то маленькую закваску дрожжи в огромное количество теста. И вот эта маленькая закваска смогла взбудоражить огромную массу теста. Вот так же им одно слово может всколыхнуть целую жизнь человека. Поэтому эти притчи являются кладезем. А кладезь характеризуется тем, что там можно бесконечно пить воду живую. вот так же и в этих образах каждое время эпоха человек может для себя найти то, что близко и непонятно для него. Господь не говорит какими-то схемами, которые могут быть понятны для одного времени и непонятны для другого. Господь говорит образами. Причем образами, которые имеют отношение к жизни человека, имеется в виду в том смысле, где идет речь об каких-то самых важных моментах, моментах его питания, труда. И вот, конечно, сегодняшнее киберпространство, имеется в виду то пространство, где идет речь о каких-то виртуальных образах, то есть образах, где нет живой связи человека с этим миром, который нужно возделывать. Человек постоянно как бы абстрагируется от этого мира и постоянно живет в каких-то литературных произведениях. Я имею в виду, вот скажем, дети играют в какие-то бесконечные компьютерные игры. То есть они не имеют реальной приобщенности к реальной жизни. А раз они не имеют реальной приобщенности к реальной жизни, то, следовательно, для них Евангелие перестает быть понятным. Только для того человека, который прилагает усилия и труд, притча евангельская становится очень понятной. Это очень важный момент. Это значит, что мы без труда не сможем понять Евангелие. Евангелие невозможно понять просто как философскую систему, ценности каких-то. Это книга жизни, это учебник жизни. Только где человек прилагает труд, он начинает понимать. Да, говорите. во-первых, идет речь о том, что Евангелие от Матфея было написано апостолом Матфеем для евреев. И самое важное, что хотел расслышать еврей, а следовательно, на это может отозваться его еврейское сердце, это то, что Христос Сын Божий является также частью еврейского народа. Он Сын Человеческий, а этот Сын Человеческий рожден от дочери еврейского народа, Мария. А вот Иоанн Богослов, он дополняет это Евангелие, эти, вернее сказать, Евангелие, Марка и Луки, именно богословским характером Евангелия. Поэтому все евангелисты, они имели, конечно, одну цель, раскрыть благовестие, пришествие в мир Сына Божия, но в отдельности каждая Евангелие имела свою специфику. И вот эта специфика, значит, была ориентирована на определенный круг, миссионерский круг читателей и слушателей. Поэтому об этом идет речь. Но если бы вообще об этом не было сказано, то тогда, конечно, было бы непонятно, откуда мы берем это богословие, Сын Божий стал Сыном Человеческим. Но именно мы изучаем в данном случае Евангелие именно в контексте Четвероевангелия как единое повествование. И мы видим, что один Евангелист дополняет другого Евангелиста. Они не повторяют друг друга, они повторяют друг друга, но повторяют только для того, чтобы уточнить какие-то детали из этого конкретного сюжета. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Он говорит, они говорят ему, так, Господи. То есть они тоже понимали не все притчи. Вот в частности им было непонятно две притчи, которые они просили объяснения. И Господь подробно пытается объяснить. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. В данном случае Господь уподобляет апостолов книжнику, книжнику, который имеет два сокровища, старое и новое сокровище. Потому что старое сокровище это Ветхий Завет, а новое сокровище это новое благовестие, которое дарует Господь для своих апостолов. То есть они могут вынести и то и другое сокровище, правильно соединив этих два сокровища. Потому что книжники, именно те, которые не приняли благовестие, они пользовались только этим старым сокровищем. И без взаимосвязи с новым сокровищем оно теряет всякий смысл и всякую целесообразность. И когда окончил Иисус притча си и пошел оттуда, вечером того дня, увидев же Иисус вокруг себя множество народа, вошел с учениками своими в лодку и сказал им переправимся на ту сторону озера. Тогда один книжник, подойдя, сказал им учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Вот здесь удивительно Господь отвечает лаконично, видя душу человека, спрашивающего, я пойду за тобой. Но Господь видел одну слабость. И вот эту слабость в своем слове, в своем ответе он врачует эту слабость, говорит, ну хорошо, но вот все имеют какие-то пристанища, а я ведь ничего не имею. Это уврачевало, видимо, этого человека, который хотел идти за Христом, потому что Господь не говорит, что, видите, он не пошел за нами. Как помните, молодой человек, который сказал, что мне сделать, учить и благие, чтобы наследовать жизнь вечную. И когда ему сказал Господь, выполни заповеди, а что и чего еще не сделал, помните, да, этот сюжет. И тогда он, опустив главу своей, отошел. Здесь не говорится о том, что он отошел. А другому сказал, следуй за Мною, но тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца Моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие. Это вовсе не говорит о том, что мы должны оставлять кому-то погребение своих родных и близких. Но когда идет речь об апостольском служении, я бы сказал, сегодня о миссионерском служении, то идет речь как о самом высоком служении. То есть здесь важно думать о живых. Для того, чтобы этих живых приобщить к тайнам жизни вечной, все равно похоронят, потому что иначе труп этот будет зловонять и мешать обыденности повседневной жизни. А ты иди благовествуй Царство Божие. Еще другой сказал, я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал, ему никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия. Из этих слов брали для себя пищу Феодосий Киево-Печерский, когда уходил из дома родительского, не поставив известность своих родителей. И много таких других примеров мы знаем, когда святые люди оставляли свой дом, не прощаясь предварительно своими родными и близкими. Если так оценивать, то тогда мы вступаем в противоречие с Евангелием. Совершенно верно. Но когда идет речь об определенных случаях, потому что мы должны видеть Евангелие как многообразие жизни во Христе. Мы не должны видеть Евангелие как некую схему вхождение в ряды коммунистической партии. То есть вначале идет путь через октября, затем пионеров, комсомольцев и потом, конечно, принимают в ряды коммунистической партии по определенной отработанной схеме. Но Евангелие это не отработанная схема. Это жизни как личный выбор разных людей. И одному человеку нужно посмотреть за своими родителями, а кому-то нужно оставить своих родителей. И вот определяется эта мера, этот шаг определяется другими заповедями. То есть поэтому мы видим, как взаимодействует огромное количество заповедей. Не было необходимости прощаться Феодосию со своей родительницей, которая могла обойтись в жизни без своего сына. Чего нельзя было сказать о каких-то других подвижниках, которые должны были досмотреть своих родителей. И вот здесь мы должны понять, что Евангелие, оно не оценивается только какой-то одной заповедью, как часто укоряют какие-то люди далекие, неверующие, они говорят, но если тебя ударили в левую щеку, так подставь правую. Но эти люди вырывают какие-то слова, отдельные слова из Евангелия, для того, чтобы упрекнуть, как помните Сатана упрекал, вернее сказать, искушал Христа. Чем Он искушал в пустыне? Словами Спасителя. Поэтому не сводится Евангелие к определенным цитатам. Вот давайте соедините вот эти слова из множества других евангельских сюжетов, и тогда мы поймем, что это огромная жизнь. И из этой огромной евангельской мозаики мы можем составлять любые образы. Отсюда появляются и удивительные образы юродивых или столбников. И они отпустив народ взяли его с собой. Как он был в лодке с ним были и другие лодки. И отправились во время плавания их он заснул. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят им мучительные, уже ли тебе нет нужды, что мы погибаем? Наставник, наставник, такие слова звучат, уже какая-то билетристика начинается. Именно здесь Господь, вернее, евангелист как бы желает подчеркнуть, что охватила некая эмоциональная паника апостола, потому что вода наполняла их лодку. Но обратите внимание, спаситель спал, это как-то не вяжется. Как это Христос мог спать? Не говорится о других моментах, где Христос спит. Но именно здесь, в лодке, как это так, все в смятении, потому что тонет корабль, лодка. Они эмоциональные, наставник, наставник. Он спит. Это очень важный момент. А знаете почему? А потому что если мы психологически попытаемся разобрать это место, то мы увидим очень интересную одну деталь. Человек обычно не может спать, когда бушует стихия. А Бога человек может. Почему? То, что угрожает человеческой жизни, приводит человека в смятение. А вот гармоничную душу Бога человека ничто не приводит в смятение. Он везде себя чувствует естественно и спокойно. Это подчеркивается. Он спит в разгар шторма. вы помните, как Макарий Великий шел умышленно отдыхать в языческое капище, где находились кости языческих жрецов. И он подкладывал во время сна себе кости этих умерших язычников под голову как подушку. И когда бес начинал устраивать страхование этого подвижника и кости начинали шевелиться под его головой и говорил там один скелет другому Рамзес идем погулять на вечернюю прогулку. Но Рамзес не мог потому что говорит меня вот лежит на мне Макарий и он говорил Рамзес отдыхаем. Вот мы видим что ничто не смущает подлинную святость человека. Для него нет плохой погоды. Всякая погода благодать. Вот это действительно подлинная святость. Вы помните другой сюжет. мы конечно к нему еще подойдем когда Господь будет идти среди бушующего шторма своим ученикам которые тоже будут смятения. Господь везде чувствует себя уютно. Он только неуютно чувствует себя среди лицем лицемеров лицемеров фарисеев вот эта стихия для него совершенно отвратительна и возмутительна. в этом и было как раз я к этому как бы не подошел еще но именно это и было подчеркнуто именно это основная мысль потому что дальше что он сделает умолкни говорит спаситель обращаясь к морю бушующему и штормящему перестань и ветер утих и сделалась великая тишина вы представляете какой контраст во мгновение ока по слову спасителя но он не мог утишить иногда толпу безумствующую которая кричала распни распни его несмотря на то что даже язычник Пилат говорил сей человек указанный на Христа в отличие от вас всех безумцев которые жаждете очередной жертвы кровавой и говорит им что вы так боязливы маловерны маловерие вот это как раз и есть бездна которая разделяет человека от Бога потому что в Боге возможно переставить с одного места гору в другое место можно умиротворить бурю вспоминается один замечательный момент о преподобном Марке Фрочесском когда однажды он беседовал с одним человеком из мира и процитировал случайно Марк Фрочесский слова что Господь сказал двигнись гора и гора двигнулась то есть настолько каждое слово даже когда он просто цитировал слова Евангелия не подразумевая этого это происходило вера это когда для человека нет места где бы он мог спрятаться от Бога вера это когда человек постоянно живет как на ладони у Бога это мы разделяем пространство веры которую мы называем церковью мы приходим в гости к Богу а вот там за порогом начинается наша реальность там мы хозяева жизни а вот здесь Господи конечно мы тебе кланяемся но живи здесь Господи за порог не выходи туда не напоминает ли нам это евангельское повествование то о чем мы сегодня тоже должны сказать когда Господь отправился в землю Гадаринскую и там Он встретил одержимых бесами и помните когда Господь уврачевал этого бесноватого то люди сказали уходи когда они увидели что бесноватый был исцелен от легиона бесов а легион это слово обозначало шесть тысяч или тьму тем так звучит на церковнославянском языке слово легион тьма тем то есть имейте ввиду шесть тысяч раньше люди не имели как бы работы с огромными цифрами это сейчас мы имеем так сказать в век цифровых технологий особенно дело с большими цифрами а раньше что уже имело там десяток тысяч это уже ой это очень много и вот здесь идет речь о том как люди не пустили к себе Христа это страх был что остались свиньи еще дома некоторые потому что уже часть стада утонула это основной вопрос который волнует многих но если я сейчас пущу жену в церковь то чем же это закончится она же забудет совершенно обо мне конечно так не совсем должно быть но реальность нашего религиозного энтузиазма иногда бывает знаете не совсем может быть взвешенной я бы сказал ну ладно так вот все-таки вернемся к этим свиньям которые бедняжки утонули в море но нужно заметить что это произошло по вине этих людей потому что люди все-таки принадлежали к иудейству и они спрятались за иорданом а за иорданом знаете там уже как-то вот подальше от иерусалима а свиней то нельзя было выращивать иудеям а тут целая свиноферма бегала а ведь это серьезно нарушалась именно заповедь ветхозаветного закона и для того чтобы сохранить свои подкольные фермы они все-таки изгнали христа это в самом буквальном смысле этого понятия выйди от нас уйди не мешай нам жить сказали они но зачем мне эта икона вот я смотрю на него на христа он имел ввиду или на святителя Николая как-то мне с одним человеком приходилось беседовать и он говорит как будто вот-вот смотрит меня в душу а я так не могу когда на меня так смотрят и поэтому говорит я вынес эти иконы я не могу вот так что-что увидел не привык человек да вот видите а если бы Христос вошел понимаете все было бы разоблачено жизнь такая в дальнейшем была бы совершенно невозможной это по-другому сказано что не так Петр сказал Господи из-за нет конечно по-другому конечно потому что там было Господи совершенно верно там было благоговение и вот если мы все-таки вернемся к морю где Господь умиротворил бурю то мы видим что как творение это водная стихия в которой Петр тогда помните утопал хотя в начале было хождение по водам как Христос шел а ведь вера лучше всего сравнивается именно с хождением по водам лучше всего потому что верой мы можем ходить по сложным участкам нашей жизни а вот знанием нам и так понятно а вот пройтись по неизвестным это конечно нужна вера и вот здесь Господь обращается а вернее сказать он приказывает умолкнет и мы видим что это творение имеет в своей основе словесную природу когда мы пишем текст какой-то я имею ввиду черновики то этот текст покорен нам мы можем его исправить мы можем его изменить потому что он принадлежит нашей мысли нашему перу и вот также море это то что вышло из уст Божьих из премудрости Господней и следовательно этот мир это текст который написал и материализовал Бог и он отзывается на призыв своего Творца своего поэта и вот интересная деталь этот одержимый становится покорен Христу после изгнания бесов и Господь говорит ему чтобы он шел в город и проповедовал мы то знаем что другим людям которых он исцелил он говорит чтобы они умалчивали о том что он сделал для них а здесь он говорит иди иди и вот он был очень хорошо знаком с этими людьми видимо еще из прошлой жизни да и собственно та жизнь в пустыне тоже проходила для него не без участия этих людей потому что они пытались его сковать цепями как говорится из Евангелия для того чтобы обезопасить свою жизнь потому что они боялись проходить теми местами и вот Господь сказал иди к ним к тем кто отвергли Христа то есть Господь все-таки оставляет человека который мог бы говорить им о спасении так рассказали и дальше мы переходим на другую на другой берег со Христом и к нему подходит один из начальников синагоги по имени Иаир я не знаю уже наверное без 15 6 так давайте мы наверное пока остановимся на Иаире так встретимся в следующее воскресенье вот так мы перешли из Евангелия к обыденности какие вопросы может у вас есть домашнее задание давайте мы будем прочитывать Евангелие от Марка 5 главу 8 Луки 9 Матфея да и 7 7 тоже Луки 11 Матфея включительно вы знаете Матфея и 9 и 10 тоже да давайте на этом пока остановимся пока остановимся еще есть вопросы слава слава м м м м м Продолжение следует...